Евангелие от Иоанна, глава 9. И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? И Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек называемый Иисус сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повелись его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положило на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Да коли не призвали родителей сего прозревшего и спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи? Мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите. Пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах. Самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверстия очи. Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз, отчисли порожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал, верую, Господи, и поклонился ему. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Первое послание к Тимофею, глава вторая. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы провозить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе не лгу, учителем язычников в вере и истине. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякую покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чедородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Книга Второзакония, глава 27. И заповедовал Моисей и старейшины, сынов Израилевых народу, говоря, «Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью. И напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гивал и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему и жертвенник из камней, не поднимая на них железо. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего и возноси на нем все сожжения Господу Богу твоему. И приноси жертвы мирные и ешь и насыщайся там и веселись пред Господом Богом твоим. И напиши на камнях сих все слова закона сего очень явственно. И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай глаза Господа Бога твоего и исполняй все заповеди его и постановления его, которые заповедуют тебе сегодня». И заповедовал Моисей народу в день, тот говоря, «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, Иссахара, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие Рувим, Гат, Асир, Завулон, Дан и Невфалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом, «Проклят, кто сделает из военной и лилитой кумир, мерзость пред Господом. Произведение рук художника и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет аминь. Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет аминь. Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с тещей своей, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с Тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь». Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». Псалом 77 Учение Ассафа «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу, духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цуан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед Ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли Он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу Своему? Господь услышал и воспламенился гневом. И огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля, за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал Он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силою Своей, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверг их среди стана их около жилищ их, и они ели и присытились. И желаемое имя дал им, но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них. Он убил тучных их, и юношей Израилевых не зложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его, и погубил дни их в суете, и летая их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их. И льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо перед Ним, и они не были верны завету Его. Но Он милостивый прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой. И снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки Его дня, когда Он избавил их от угнетения. Когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Циан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице и труд их саранче. Виноград их побил градом, и сикаморы их льдом. Скот их предал граду и стадая их молнием. Послал на них пламень гнева своего и негодования, и ярости бедствия посольства злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых. И повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустыню. Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стержала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им. И колены Израилева поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук. Огорчали его высотами своими, и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог, и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками. И отдал в плен крепость свою, и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноша его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл. Вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, который возлюбил, и устроил, как небо святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих. И от дующих привел его пасти народ свой Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их.